Сломанные контейнеры Сломанные контейнеры для мусора явно не хватает И это, увы, не единственный случай На проспекте Ленинского комсомола Между 8 и 10 домами Сломанный контейнер лежит уже 3 месяца Но местные жители уверяют Они здесь ни при чем Кто сломал Они приехали, вот ставили А он срывался А, то есть Это не мы виноваты Этот контейнер тоже там стоит Который тоже надо выкинуть А его заножили Жители говорят, на днях сюда поставили Четвертый контейнер вместо сломанного Но почему-то последний так и не увезли Впрочем, некоторые видновчане Отмечают, что в целом с этого года Ситуация с вывозом мусора улучшилась Было, конечно, хуже Год назад А чем было хуже? Ну, тем, что он был Вообще тут была свалка такая Что он просто лавиной лежал От помойки Это далеко не одна была помойка Видном, где он так лежал Нет какого-то определенного времени Когда вывозят Потому что можно прийти в одно и то же время Они будут или чистые Или приходится рядом класть Потому что к ним сложно пройти Мы проверили еще несколько Мусоросборочных площадок В начале улицы Гаевского Сломанных контейнеров мы не нашли Здесь другие проблемы Запах и горы невывезенных отходов На Гаевского, как видим, контейнеры целые Но заполнены под завязку Но это скорее вопросы не к жителям А к региональному оператору Здесь вот я проходила Здесь и там невозможно пройти Запах стоит и грязь лежит Туда дальше там тоже стоят сломанные контейнеры И запах стоит и мусор лежит на полу То есть не в контейнерах, а около контейнеров Елена Федорцова говорит о помойке За зданием на заводской 22Б На нее жалуются многие Говорят, что львиная доля отходов Сюда попадает из соседнего магазина Впрочем, именно сегодня Мусоросборочная площадка Выглядела куда лучше обычного А вот и сломанный контейнер Местные жители говорят, что Обычно тут пройти вообще невозможно Дорога вся усыпана мусором Всегда намусорено И вот здесь никогда не подметается Хоть бы продавцы их подмели Хоть когда-нибудь бы Словом, работать над собой Надо как региональному оператору Так и самим жителям А также сотрудникам офисов и магазинов Которые тоже пользуются Бытовыми контейнерами для отходов По району дежурили Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева Видно этого Музыка 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 Музыка